Президенту важнее его личная безопасность, его личная устойчивость во власти, чем в жизни даже тысяч погибших украинских солдат-профицеров. Потому что жизнь несправедлива. Вот Муженко должен быть уже трижды Героем России, а он всего лишь дважды Героем России подозревает. За Иловальск, за Донецкий аэропорт, за Добальцево и за все остальное. За Добальцево, видимо, еще не присвоено. Так вот, это, конечно, шутка, но печально. Понимаете, вот они сотнями укладывают подлетов в этих всех корлах. И не то, что расследованы. Наоборот, идут постоянные награды и подтверждения о том, что это лучшая личная генеральная штабность из всех возможных. И в другой стране, нормально, прилично, человек, который допустил хотя бы трагедию Л-76, который сбили рапорту Украинского, никогда бы больше не остался бы на должности. Он бы никогда больше не появился бы публично на людях, потому что это грязно всегда. А у нас можно пять таких трагедий за три месяца допустить и как-то не почешешься. А почему? Потому что, очевидно, Муженко дал Порошенко политические гарантии, что армия будет с ним. И хотя бы часть армии, если начнутся какие-то потрясения большие, представленные. А они же все спят и боятся повторить Ильбуренковича. И на кого может рассчитывать Порошенко? На милицию? Такие руководит Аваков, который член Народного фронта и, так сказать, клана политического, который противостоит Порошенко. Турчинова, Турчинова и ТНК и так далее. На каких силовиков он бы рассчитывает? На гильтея с его службы охраны президента, с спецподразделения Булат, которых там, если наскрести, будет 200 человек. Так правый сектор поставил за полсуток тысячу разгневанных мужчин, камуфляжи под администрацию президента, когда его блокировали. А представьте, они пришли бы вооруженные туда. И кто бы остановил это все? Кто эти герои? Вы считаете, что кто-то, в принципе, может дать подобную гарантию? Кто может гарантировать, что человек? Дело в том, что такая гарантия, она лучше, чем отсутствие таковой, правильно? И вот сидит Порошенко в администрации президента. Кошку подошел и посмотрел, там стоит тысячи членов правого сектора, пока не вооруженных. А может быть вооруженных, но не показывающих. Кто будет остановить? Кто? Кто эти герои? Беркут славный придет или что? Так мы же уже не знаем, что стволов по всей стране такое количество же, мама дорогая, сразу же начнут стрелять. Это люди, которые год воевали, теряли товарищей, убивали противника. Они на секунду не задумаются, чтобы стрельнуть героя, которые будут остановить его по дороге к администрации президента. И тогда начинается армейская политика. Дяденька Муженко начинает рассказывать, что давайте создадим новую структуру вооруженных сил. Когда ее считаешь, волосы на ногах дыбом стоят, потому что эта структура нарушает все военные законы, понятные даже первокурсникам военного училища, зато очень хороша для внутренних разборок. Система подчинений, которая создается, система назначений, люди, которые расставляются везде и так далее. Когда им вручаются герои Украины, президент вручает лично, когда пожимают им ручку, видно, что создается пул лояльных командиров бригад, лояльных военных, полностью зависимых от нынешней политической власти, в надежде на то, что они, если вдруг что-то начнется, они там будут героически отдавать команды, о том, что мы все стоим, не пускаем, разоружаем и так далее. Но только проблема в том, что можно купить командиров. А рядовые бойцы и офицеры, у них складывали мнение, это что-то. Особенно те, которые в парочке котлов подбывали и вышли оттуда. И наша власть играет в очень опасные игры, это действительно софлакировано, и им кажется, что все хорошо. А реально ни черта не хорошо, потому что нет устания единого начала. Ситуация с попыткой разоружить правый сектор показала, что офицеры и мало то, что отказываются выполнять приказ солдата, они еще демонстрируют солидарность. Десантники 95-й бригады под администрацией президента вешали сюда здесь шеврон 95-й, а сюда правый сектор. Сказала, мы с этими людьми год воевали причем к плечу, вытаскивали друг друга из всякой задницы, вы что думаете, мы их разоружим будем, что ли? Поэтому все эти дяди, порошенки и прочие, они просто не понимают, в какую игру они играют. Они однажды дадут приказ и его не выполнят. И все. Не только не выполнят, но вообще пойдут и спросят. Но они это где-то подсознательно понимают, тщательно от этого страхуются. И вот эти все муженки и прочие игрища, да, это все как бы попытка отстроить хоть какую-то систему, которая позволит им сохранить политическую власть и преференции. А когда ставка идет за собственное деньги, за собственное выживание и за необходимость хотя бы успеть до самолета добежать в коридоре, наверное, комбриках, да, и улететь в какую-нибудь другую страну, тут уже плевать, сколько патриотов ты положишь, потому что свое дороже некоторым людям, понимаете? Вот когда на лесу становится, я президент, я олигарх, я сохраняю свои активы, еще их увеличиваю, либо там где-то парочка, там, с этим патриотов лежат, в очередном ардейском котле, ну, вот серьезно, ну, я слышу свое здоровье. Алексей, так не считается, что сегодня не происходит Майдана номер три только потому, что война? Не происходит по многим причинам. Во-первых, потому что война, и понимают люди, что Майдан номер три – это на руку России. Второй момент – это то, что очень сильное разочарование Майданом-2. Мы сделали Майдан-2, посмотрите, что мы имеем, боже упаси, как бы, что же будет после Майдана-3, вообще ничего не останется, доллар будет 70. Нужно, чтобы кто-то, это будет либо стихийный бунт, либо должен появиться политик, который, так сказать, обозначил цель этого Майдана, но близко такого пока нет. Значит, это либо будет стихийно, либо будет вообще интересная ситуация какая-то, например, армия возьмет и перестанет выполнять приказы генерального штаба, а будет воевать сама, на самом деле страх и риск. А это было возможно? Конечно. Ну, вот когда было Дебальцево, что произошло? Боевики же и россияне, чтобы там хоть как-то победить в этом Дебальцево, стянули туда с окрестного городов и сел все силы, которые могли быть. Горлокка стала пустая. Был момент, когда на всю горлоку, статистичный город, был один взвод военной полиции Денбер. Ему можно было пойти и взять, и захватить. Мало того, чтобы мы освободили украинский город, мы бы еще создали угрозу левому флангу, самому неприятному флангу, для тех, кто пытается окружить Дебальцево. Мы бы сделали классику военную, окружение на окружении. Почему мы это не сделали, как вы думаете? Не знаю. Это ничего не стыдно, вообще ничего не стыдно. А почему? А потому что, вот я вам скажу одну страшную вещь. Ну, так давайте делать сенсацию уже по-настоящему, правильно? Наступление, вот это новое, будет на тех участках, где стоят бригады, командир которых лично назначил Порошенко-Смиренко. Теперь дальше следующий вывод делать? Все так страшно? Да. Делайте следующий вывод. Следующий вывод, понятно. Создаются условия для поражения украинских пожарностей. Создаются на уровне высшего военно-политического вопроса строя. Вы хотите сказать, что президент Украины сдает Украину? Он создает условия для поражения. Почему он это делает, я не знаю. То ли от недальновидности, то ли от прямого предательства. Ответа на этот вопрос у меня пока нет. Время покажет, оправдается ли ваш прогноз, то он надеется, что он не оправдается. Спасибо. 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 Спасибо.